Наринмар стал частью международной эстафеты Победы. У обелиска Великой Отечественной войны сегодня прошел торжественный митинг. Делегация пограничного управления и Федеральная служба безопасности Российской Федерации по Архангельской области привезла в заполярную столицу символ Победы. Свой путь он начал из Мурманска и преодолел уже не один десяток километров. В руках пограничников не просто кубок, это символ целостности страны. Товарищ губернатор, символ эстафеты Победы вдоль государственной границы стран, содружества независимых государств из города воинской славы Архангельска в город Наринмар доставлен. Старшая эстафетная группа майор Дедов. Митинг начался с торжественной передачи символа единства и нерушимости границ главе региона Игорю Кошину. Наша память никогда не сотрется из наших сердец. И мы должны понимать, что мы не просто должны чтить и помнить, в наших сердцах живы те солдаты и офицеры, те труженики тыла, которые своим трудом ковали победу в тылу, которые освобождали Европу, освобождали мир от нацистов, от фашизма. И пока это в наших сердцах будет жить и развиваться наша страна. Слов было сказано много. Вспомнили и тружеников тыла, и солдат, и медиков, и, конечно, ветеранов. Более того, трое из них лично присутствовали на митинге. Василий Самойлов вспомнил фронтовые годы и отметил, что во время Великой Отечественной войны именно единство помогало не падать духом. Наша армия была многонациональная. Последнее время я воевал на Прибалтийском фронте. Но у меня был один казах, один узбек, один татанин, один башкир, три украинца, два белоруса и ни одного прибалтийца. Нерушимость границ, веры и идеи, которая за 70 лет осталась неизменной. Фашизму в любых его проявлениях не место в мире. С этим мы задумали эстафету победы. Она проходит не только в России, но и в странах СНГ. Второй кубок единства отправился из Бреста. 28 мая, в День пограничника, два символа победы встретятся в Москве. Кольцо, которое охватывает всю Россию и страны содружеств, сомкнется. Эстафета победы прошла уже во многих городах нашей страны. Мурманский, Архангельский и даже побывала на самой северной точке нашей страны, в земле Франца Иосифа. Сегодня она завершилась в Наринмаре. Цель ее это вспомнить всех тех, кто приложил все усилия для того, чтобы победить в этой войне. Алина Волучейская, Антон Водряков, Телеканал Север.